Валентина Малявина – одна из главных красавиц советского кино 60-х и 70-х годов. Она играла яркие роли в фильмах самых известных режиссёров. В её жизни в молодые годы было всё – красивые мужчины, роли и поклонники, и даже приглашение на съёмки в Голливуд, куда её не отпустили советские чиновники. Но в какой-то момент всё пошло не так из-за алкоголя. 20 лет назад актриса потеряла зрение и сейчас живёт в специализированном пансионате. Родилась будущая актриса за 4 дня до начала Великой Отечественной войны, 18 июня 1941 года на Дальнем Востоке, но детство её прошло уже в Москве. Там она в 11-м классе познакомилась с хулиганистым парнишкой Сарбата. Это был Александр Збруев, который вскоре станет её первым супругом и чуть позже – знаменитым актёром. Всего у актрисы будет 5 несчастливых браков. Родители актёрской пары не были против их брака, но не одобряли рождение детей в столь юном возрасте. Поэтому на седьмом месяце беременности Валентина сделала аборт. В 60-е актрисе доставались яркие роли в кино и на сцене театра. Она появлялась на обложках журналов, после чего её даже пригласили в Голливуд. Но сама актриса не стремилась покинуть родину, где у неё отлично складывалась карьера. Плюс к этому, против её выезда были чиновники. Ещё до развода у Валентины Малявиной начался роман с режиссёром Павлом Арсеновым, который взял её в жёны и снял в трёх фильмах. В этом браке после родов умерла дочь актрисы и режиссёра Маша, после чего Валентина Александровна впала в депрессию и стала выпивать. В будущем именно эта вредная привычка сломает ей жизнь. В это время актриса знакомится с известным актёром, с которым она встречалась несколько лет, хотя с Арсеновым она не разводилась. Александр тоже не стал разрушать свой брак. Арсенов ждал, когда супруга бросит любовника и окончательно вернётся в семью. Но вышло по-другому, актриса рассталась с обоими. Следующий брак актрисы был гражданским. Она стала жить с актёром Станиславом Ждынько, который был на 12 лет моложе неё. К концу 70-х годов в карьере актрисы из-за алкоголя наметился спад, её гражданскому супругу тоже новых ролей не предлагали. Со временем и Станислав стал выпивать. Их союз окончился трагедией. 13 апреля 1978 года Ждынько нашли убитым в квартире, там же была и Валентина Александровна. Её обвинили в убийстве, а сама Малявина говорила, что это было самоубийство. На сторону актрисы встали Владимир Высоцкий и Галина Брежнева, которая посоветовала актрисе покинуть СССР. Тогда дело закрыли. Но через пять лет родственники погибшего актёра и его коллеги добились возобновления дела. Валентину Малявину обвинили в предумышленном убийстве, ей дали девять лет тюрьмы. Против актрисы дала показания её подруга, актриса Нина Русланова, которую Малявина прокляла на суде за предательство. На свободу актриса вышла через четыре с половиной года в 1988 году по амнистии. После тюремного срока Валентина Малявина снялась в четырёх фильмах. Последним появлением актрисы на экране стал эпизод в сериале «Редакция» в 1999 году. Актриса ещё дважды выходила замуж, сначала за кузнеца Максима Краснова, а потом за иконописца Владимира Красницкого, которого через несколько лет после совместной жизни убили ножом в спину, когда он вечером отправился встречать супругу. После этого актриса стала часто уходить в запои, часто её видели в компаниях сомнительных личностей. Один из собутыльников едва не лишил её жилплощади. Очередное несчастье с актрисой произошло в 2001 году, когда она в нетрезвом виде ударилась об косяк, после чего ослепла на левый глаз. Через несколько лет актриса потеряла зрение. Пока актриса проходила длительное лечение, у неё вывезли из квартиры вещи, но тут ей на помощь неожиданно пришла подруга, с которой Малявина познакомилась в тюрьме. Подруга вернула ей квартиру, а также помогла устроиться в специализированный пансионат в Москве, проживание в котором сама ей оплачивает. Здесь её время от времени навещает первый муж Александр Збруев. 80-летняя Малявина жалеет, что когда-то предала его.